Мы проигрывать все целиком не будем, начало только пройдем, то что мы вчера делали, помните, до момента ускорения. Закрепи макушку, закрепи, закрепи макушку, повес ее и тихонечко убирайся. Чуть-чуть попой, ладно? 15-я цифра, 5-й так. Просто смотрим глазами. Глазами, глазами, смотрим глазами. Сыграли мы. Второй аккорд. И вот отсюда точка обязательно. Фестиваль – это длинная история, длиною практически в четверть века. А именно, в 23-й год в этом году будет проходить это мероприятие, которое начиналось в далеком, в 96-м году, по инициативе общественных деятелей ТОТО Тулантель, Самарско-областное татарское общество Тулантель, родной язык. Надиров Азатовый, наш Аксакал, замечательный художник, талантливый организатор, вышел с инициативой, а не проводить ли нам фестиваль, на котором дети, талантливые дети будут выступать и петь. И так-то с его легкой руки по Самарской земле начал шагать вот этот фестиваль, который наносил название «Поют татарские дети». В 2017 году организаторы очередного фестиваля пришли к такому обоюдному мнению, что нужно поменять немножечко название и формат фестиваля, потому что татарские дети, они же не только поют, они еще и танцуют, они еще и рисуют, они замечательно читают стихи на родном языке, они владеют некоторой даже совершенствами музыкальными инструментами. И поэтому было принято решение назвать фестиваль, детско-юношеский фестиваль татарской культуры «Мирас». «Мирас» – это значит переводится как «Наследие». И было принято решение в 2018 году провести уже не фестиваль, а фестиваль-конкурс. И для проведения этого фестиваля было создано жюри. Председателем жюри у нас была Народная артистка Республики Татарстана и Российской Федерации, профессор кафедры сольного пения Казанского института культуры Пенера Ахатна-Ганеева. И таким образом у нас фестиваль перерос уже в фестиваль-конкурс. Более 400 детей приняли участие в этом мероприятии. Замечательным образом это было освещено на разных телеканалах. Большое им спасибо за то, что они помогли нам в этом. Это и телеканал «Губерния», и «Самара ГИС», и телеканал «Статарстана ТНВ». Об этом фестивале узнал широкий круг публики, широкий круг наших зрителей. Также в этом году, уже в 2019 году, было решено перерасти из формата областного конкурса и сделать этот фестиваль международным. Международный фестиваль подразумевает, кто в жюри находится представитель зарубежного государства. Международный статус фестиваля подразумевает, что участники будут из-за рубежа. И международный статус подразумевает регистрацию Международной ассоциации конкурсов и фестивалей. На этот фестиваль мы собрали очень солидный и представительный состав жюри, который может не только оценить выступления наших участников, но и может должным образом в круглых столах после завершения конкурсных программ, в мастер-классах поделиться своим искусством, своим мастерством в области именно сохранения особенностей татарской культуры, ее колорита, ее медизму, татарского знаменитого мон, вот этого мелодичности, который передается из поколения в поколение. Фестиваль МИРАС – это возможность передать молодежи, подрастающему поколению ту историю, ту глубину и то богатство, которым располагает наш татарский народ. Очень важно сохранить культуру нашего народа для подрастающего поколения, для потомков. И поэтому обращаюсь к родителям, к педагогам, чтобы вы готовили детей для участия в этом мероприятии, потому что здесь, на сцене, они встречаются со своими сверстниками из других регионов, других областей, обмениваются какими-то данными, обмениваются своим опытом. На сцене они могут стоять и с носителями нашей замечательной культуры, потому что в этом году у нас участвуют и взрослые участники, будут участники, которым и 70, и больше лет, и они являются носителями той нашей замечательной культуры. И вообще, участие в этом мероприятии – это вклад в сохранение нашей замечательной культуры, культуры татарского народа. Культуры татарского народа. Продолжение следует...